Себе, поэтому сегодня у нас все-таки даму в выпуске. В каждом выпуске ты говоришь, что все равно наливаешь в себе во втором. Что ты мне даешь, мне нужно? Пахнет персиком. Да, да. Ну, еще фруктовое пиво такой бабской, бабский напиток, да? В этом и дело, мы любим бабские напитки. Они самые вкусные, они самые вкусные. А если нет нормального пива фруктового, то приходится брать пиво сиропом. Вот этот вот самый питерский напиток, мне кажется. Ясно, все понятно. Вчера такой пиво. Банановое пиво самое мерзкое, что я пил в своей жизни. В общем, Ева, я, собственно, с чего хочу начать. Как ты попала к нам в Россию, обратно, как я понял, заехала к нам? На самолете. Ну, может быть, есть причина какая-то? Новый фильм выходит или новая работа? Не, ну, Россия... Россия это родина, в конце концов. Из Будапешта надо... Да, за Россию ходить. За Россию. Периотический выпуск у нас будет. Ура. Неплохое пиво. Да нет, говно какое-то, по-моему. Невкусно. Чувак, ты ее гонишь, мне кажется... Мне кажется, она горькая. Такого много не выпьешь. А вот мне нравится, ты засуживаешь сейчас это пиво, я с тобой полностью не согласен. После второй бутылочки. Знаешь, на что он похож? Извините, что я тебя перебил. На мочу Вудмана? На горькую мочу Вудмана. Да, реально похоже на мочу Вудмана. Правда, я вам честно говорю. Не было случая. Похоже на дешевое кислое пиво с запахом персика. Мочу Вудмана. Слушай, вот насчет Пьера Вудмана. Я читал твое интервью, ты ругала его. Говорила, что вот вообще на самом деле гондон, полный пьер. Вот с чем это связано? Все-таки вот это такой культовый режиссер. Я признаюсь, моя любимая работа у Пьера Вудмана это порнофильм Мэднес и Мэднес 2. Безумие на кассетах были у друзей. Вот, обожали его смотреть все вместе. Странная хуйня. Ты что, тоже такое было? Нам было 19. Нет, это шутка. Ну или нет, не знаю. Короче, Пьера Вудмана такой заслуженный режиссер, а ты прям вот говоришь, что мудак он. Вот с чем это связано? Ну, мне кажется, что Пьера Вудмана перешел уже все границы, потому что сейчас он снимает даже не сколько секс, а просто порку. То есть он совсем перешел в жанр, блядь. Он как скатившийся видеоблогер. Да, похуй. Так зайдет. Надо контент, блядь, делать нахуй. Ну, а с возрастом, конечно, уже мужские силы угасают, но контент нужно делать. Нужно отснять час чего-то. И он просто час бьет. И когда я поняла эту фишку, я сказала ему это в лицо. Он обиделся, потому что это правда. И мы, в общем-то, так и разругались. Ну, вообще, вот какой срок годности, так сказать, упорно актера в среднем? Сколько максимум? Мне кажется, на любое тело найдется свой дрочер. Есть и Грэнни. Ну, Грэнни, это же все-таки больше женщины. То есть, если Ютуб закроет, можно... Нет, Рока 55. И с ним вот с ним как работает. Он снимается. Он работает. Оно работает. Еще до сих пор. Нет, он снимается. Он снимает. А в Удму сколько? А в Удму примерно столько же, мне кажется, в тех же краях. Я, надеюсь, я в 55 тоже буду снимать видеоблоги. Ну, нам попроще. И буду бить Юлика или он меня наоборот. Начнет бить друг друга, да? Давайте перейдем к оценкам. Все-таки вкус. Я бы хотел оценить этот напиток на 4,5 из 5. Мои коллеги говорят, что горьковатый привкус у этого перфиского, прекрасного бельгийского пива. Но я вот кислости не чувствую. Вот небольшую горькость я чувствую, но она вот приятная горькость. Не знаю. Мне этот напиток понравился. Кузьма рекомендует. Юлик? 4. Вот это да. Я допил и... Ну, нормально. Нормально же идет, да? Хорошо. Но крепко еще такое, что когда ты допиваешь, ты уже не чувствуешь вкуса, тебе похер. Вот, Ева, я вижу, у тебя так туговато идет. Ну, я же сказала, это моча Вудмана. Мочу Вудмана я оценю в 1000 евро как минимум, а по оценке, ну, двойка. Ничего себе. Вот это строгий гость у нас сегодня. Ну, он же мне разонравился, Вудман. Ну, тоже верно. Соотношение цена-качество. Юлик, за сколько ты купил бутылочку вот этого прекрасного? Я 350. 350 рублей за одну бутылочку? Ну, да. А может, я переставлю? Ничего себе. Единица. Единица. А это уже в пункт соотношения цена-качество идет. Единица. То есть, единица, ну, вот. А ну, можно вставить? Можно. Но она довольно крепкая. Я все-таки вот поставлю двойку именно по той причине, что она и правда крепкая. И вот двух бутылочек таких ты навернешь. И, в принципе, как, ну, три бутылочки Балтики выпил там. Ну, три бутылочки Балтики будут стоить 300 рублей, а не 700. Нет, чувак, ты переоцениваешь Балтику. Три бутылочки Балтики будут стоить 150 рублей. Серьезно? Ну, наверное. Я не пью Балтику. Ну, наверное, да. Вот. Я поставлю два балла и Юлик. Да три, наверное, че? Нормально. Если хочешь, понюхать персик еще пьяным стоит. Сойдет. Вот я думал, если бы я снимался в гей-порно, я бы, наверное, был бы Мишкой. Ну, знаешь, типа, волосатым таким здоровым, а Юлик Машкой. Да я вижу больше тебя. И че дальше, че? Тут важно, кто дает в жопу. Вот что важно. Ну, Юлик, ты в жопу давать будешь скорее всего. Ну, ладно, камень, ножницы, бумага. Мы ж не накликнули. Если что. К слову, ты рассказывала, что вот, чтобы попасть в порноиндустрию мужчине, скорее всего, придется пройти гей-порно. Да. То есть это не байка? Нет. Да, это правда, честно, гей-порно. Либо, конечно, закрешиться с тем же Рокаси Фредди, иногда он набирает кастинги с тем же Вудманом, и быть одним из немногих русских порноактеров, которые что-то добьются. Потому что русских порноактеров не очень любят. А вот в России смысл мутить вот всю эту карьеру, наверное, не особо нет. В России нелегально снимать и распространять порно. Вот насколько реально катиться и стать режиссером, например, или там вообще нереально вкатиться и зарабатывать. То есть если тебе нравится снимать... Можно вкатиться, но нужно знать дороги. Да, средства, на которых вкатываться. Но опять же, это не в России, потому что, к сожалению, в России порноха нелегальна по каким-то причинам. И мы говорим сейчас про Будапешт, Европу и Америку. Ну можно же снимать в России, а продавать вот Будапешт, Европу и Америку. Ну нельзя, но делают это. Нет, для Патруля это шоу для детей. Ну не, в смысле, бля, оно... Короче, нелегальность. Нет, погоди, это шоу подошло просто... Нелегальность. Это шоу подошло к своему пику. Здесь был алкоголь, теперь здесь есть секс, и теперь здесь есть нелегальность. Осталось только... Отрахнуться нам всем троим. Ну это после, конечно, того, как камера выключится. Бокалы шампанского для дам. Спецрубрика обзора из Чулыму с Русланом Гетельманом. Здравствуй всем, привет всем. Сегодня в спецрубрике Бухришка Патруль в Чулымские обзоры у нас вино. Мы будем пробовать. Вино у нас Каса Менто Тоскана. Ну тут у нас уже есть этот, шлопор. В ту сторону. Наоборот оно выкручивается. Не в ту, надо вкручивать. Надо вкручивать. Нет. Туда. Вот сюда. На. Кстати, всем привет. Всего хорошего. Батя сегодня открыл, короче. Мастер-класс. Давайте будем пробовать. Матя, батя и я. Так. Помаленьку пробуем вкус и аромат. Ну, как бы сказать, оно легкое. Потому что оно светлое получается. Да? Да. Вкусы кисленькие. Ну, в принципе, да. Нормально идет, да? Нормально, но что? Как компот. Вкус и аромат оно вообще достойное. В принципе, нормально. По цене оно сколько? 240, по цене оно, ну, 243 рубля, в принципе, нормально. Как скажешь на вкус оно? Вот такое, с кислинкой. Как думаешь? Виноград. Так, идея создания бренда вина Касаменту была, вдохновенная вина, захватывающей пейзажами с животными Доминиканы. А живописными Доминиканами в Тоскане, Италия, это итальянское вино получает. За вас, за всех, за подписчиков. Да, мы оценили, короче, это вино Касаменту. Вообще, респект этому вину, ну, очень нормально, потому что черноморская я тогда пробовал, но не так было черноморская, а вот это нормально. Вообще, тема, короче, так на донышке попробую. И мачно, давайте, удачи, всем пока. Вокальчик под виски. Вот, поэтому Асте Мартини решил подробовать, мне, я думаю, может, тебе тоже оно понравится. Скорее всего, я люблю очень сладкие напитки, и, скорее всего, мы бы пили это в каких-нибудь порно-тусовках по-любому. Вот, я... Да, это не мача-будма. Ну, мы сейчас попробуем. Вот, слушай, ты говоришь про Будапешт, все-таки вот столица порно, это Будапешт, не Америка, да? То есть... Ничего не могу сказать про Америка, потому что я там не была. Про европейское порно, это Будапешт, конечно. Почему? Потому что, как мне кажется, там самое дешевое жилье, это правда. А ты можешь снять, там, особняк с бассейна, что еще снимать в порно, за, там, 700-1000 евро и снимай, пожалуйста. Плюс он подвлекает. Это вот за месяц ты плачешь 700-1000 евро? Да, да, да. А насколько серьезно относится к технической части? Это зависит от режиссера или от чего? Зависит от компании, от режиссера, например, секс-арт очень запаривается. Ну, да, секс-арт это, которое красивое порно. Красивое. Ненавижу это порно, мне кажется, ну, не знаю, это как, вот, порно в моем понимании, нынешний порно. Там мэтик, ты знаешь, типа, все зелено-черное, типа, в темноте снимается. Нет, чувак, это совсем, это бичевское порно, я такое ненавижу, это аматор порно, который снимается на такую ручную камеру, типа, Sony J7X, вот, ну, совсем, вот, любительское, вот, время эпоха фильмов, порно-фильмов, прошло. Да, оно реалистично, да, потому что там свет, может быть, так ебанно поставлен, что подсвечена, там, вагина, джин. Да, мне кажется, это вкусовщина. Ну, это да, но вот мне не нравится мейнстримовое порно по типу Бразерса и прочее от студии, оно слишком вылизанное, слишком там нету души, это как... Оно даже, знаешь, не то, что вылизанное, если говорить про Бразерс, оно как нарисованное, как будто все очень типично. Да, то есть, ну, типа, это такое, знаешь, вот, порно для чуваков, которые, бле, люблю, у меня бабу с сиськами, типа. А настоящие ценители, они все-таки ищут изюминки, вот, во всем этом. То есть, они еще, по сути, на реальные эмоции. За изюминки. Да, да. За реальные эмоции. Да, да, да. Хотя, вот, я не знаю, насколько порно, которое выкладывается, вот, любительское, оно, правда, любительское, сколько не постановочно. Многие же студии, наверное, сейчас занимаются таким порном, ну, намеренно постановочно. Конечно. Вот, чаще всего это все-таки... Ну, все постановка. Порно – это не реальность. Даже если ты снимаешь домашнее порно, это все равно съемка. Только с Моди, она реально порно. Что? С Моди. Что за Моди? Серьезно? А, студентка Моди, которая. Да, 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 да. Слушай, а Мартини вкусненький? Чувак, это очень вкусный напиточек. Я бы, на самом деле, бы даже второй бы нам подлил бы. Я этим и занимаюсь. Это правда вкусно. Все-таки первое, что хочется оценить в этом Асте Мартини – не вкус, не порнушность, а соотношение цена-качество. За сколько он стоит? Тысяча сто рублей за бутылку. Мне кажется, что все-таки это немножко дороговато. Вот за одну бутылку. Ну, хоть и неплохого, но все равно дорогого. А сколько градусов? Ну, блин, ну, 15. Полтора? 15. 15. 7,5. 7,5. Ничего себе, вот это... 7,5. То есть это легче, чем пиво. Да. Это предыдущее пиво, то есть не среднее пиво. Ну, я бы соотношение цена-качество поставил 3. Мне кажется, что все-таки это дороговато. Вот цена 700, 800 рублей, красная цена хорошая, цена Асте Мартини. Да ладно, тут же... Погоди, тут литр сколько? А, нет, тут 750 миллилитров. Ну, может быть, я бы троечку поставил. Три с половиной даже. Потому что этим приятно набухиваться. Ева. Да, очень вкусная Мартини. Мы бы такое пили с удовольствием. Мне понравился вкус, потому что я люблю сладкие напитки. Но, конечно, дороговато. Но элитный алкоголь. Тут уж не поспоришь. Ну, троечку поставил. А я бы не сказал, что просто Асте Мартини элитный алкоголь. Это скорее вот для бодланов. Как Джек Дэниелс. Которые поверили в себя. Да, да, да. Вот как Джек Дэниелс считается такой элитарный виски. Но на самом деле это нихуя не элитарный виски. Это просто типа распиаренные виски с этими американскими студентами. Такой же фейк, как Бразерс, да? Ну, вот не знаю, как Бразерс ли. Не знаю. Ну, да, скорее как Бразерс. У меня такой вопрос интересный появился. Есть ли порнография, где актрисам платят процент с продаж нефиксированную сумму? Нет. То есть вообще не у них поменялся такого? Лично я такого не знаю. И, в принципе, никто не согласится на такое. Ну, почему? Но, возможно, в Америке... Ну, 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 ну... Чувак, а вот ты на каком сайте проводишь время? Ну, это онлайн-просмотр. Я тоже бесплатный. И вот мне я уговорил, что мы пидоры на самом деле. Потому что нормальные челы, они поддерживают порно. Платят за порно. Мы и так в жопе. Мы налоги платим, куда же еще больше. А налоги тратится на херню, чтобы мы еще не за пронографию платим. А, на секундочку. То есть оплата работы актрисы, оператора, студии, гримера. То есть мы работаем бесплатно, чтобы вы бесплатно подрочили. Откуда брать деньги на оплату порно? Просто опорно перестанут снимать в итоге. Останется одна домашняя порнуха вот с этим плохим светом. И эти лет... Класс! Ё-ня, жжай. Ну, какие... Кто там будет сниматься, опять же? Ну, я вот несколько работаю. Может, мы просто... Мы просто, может, отросли. Вот я расскажу... Не доросли до того, чтобы платить за порно. Я расскажу про свои этапы взросления. Сначала я стал платить за игры. Потом я стал платить за приложения, в которых я работаю. И, может быть, когда-нибудь я начну платить за порно. Проблема платного порно в том... Ну, Юлика имеет то, что раньше... Понимаешь, мы на вершине цепочки? Ну, конечно. Потому что к этому надо, правда, идти, взрослеть. Все-таки, ну, проще на сайте посмотреть. А вот когда ты платишь за порно, ты уже взрослый человек. Просто в этой ситуации, смотри. Если ты платишь за игру, ты сокращаешь временную ее установку. Тебе не нужно разбираться с крякким и с прочим дерьмом. То же самое и с приложениями. Когда ты платишь за порно, ты не получаешь ничего нового. Ты просто поддерживаешь. Поэтому здесь тяжелее. То есть ты заплатил за приложение, оно само скачалось, установилось, настроилось. Все замечательно. Если ты за него не платишь, ты качаешь какой-то кряк, что-то там как-то ковыряешься, устанавливаешь. И тратишь кучу времени. В порно... Ты подкинул мне идею. Усложнить порно? Да, усложнить. Вот, кстати говоря, убивает ли бизнес-сервис по типу рунеток, вот таких, где... Конечно, это демпинг вообще дикий. Где эти девочки какие-то там могут за копейки все показать. Да нас вообще демпинговали жестко. Интернет, бесплатная порнуха, торренты, русские хакеры, рунетки, вебкам. Ненавижу. То есть порно-то существует до сих пор? Ну, оно уже так. Нам просто меньше платят. Я просто хочу больше денег, вот и все. Ну, иди видеоблогинг. Я вот, кстати, говорю... Давайте вкус оценим, про вот этот видеоблогинг поговорим. Вкус пять. Я согласен, пять. Очень вкусные алкашечки. Если вы хотите удивить свою даму, или вы хотите прийти на порно-вещеринку и словить несколько порно-актрис, обязательно Асти Мартини. Потому что Ева Бергер говорит, что это заебись. Мартини вкус пять. Ну и порнушность. Я бы тоже пять поставил. Да, на этом прям не представляю. Я прям такой... Эй, сучки, сучки, сучки! Пьер Мудман пришел, блядь, кастинги устраивать. Хороший алкоголь. Я бы, на самом деле, еще навернул, если бы не профессиональный подход. А не надо? Ну, если все будут, давайте, конечно... Я уже выпил второй, пока мы пиздели. Да? Да. Ну, ладно, давайте к следующему перейдем. Бармен, нам нужно поджечь самбуку. Сегодня нам помогает Игорь из клуба К-16. Мы обязательно снимемся, что я, что Юлик, его шоу не бармен. Уже как-нибудь в следующий раз. Ну, наверное, я уже не попаду на не бармен. Ну, к сожалению, да. Че, чувак? Ну, ты понюхай. Это не просто моча, это, кажется, надо подобрать, что ли? Это аптечная моча. Да, чувак, пахнет, как обычная самбука, ничем не отличается. Да, вот ты попробуешь, ты поймешь. Самбука напоминает детское лекарство, пикатусин. Вкус мерзкий. Будет шоу, фаер-шоу, но вообще не будет. Только его не будет видно. А, не будет видно? Нет, его будет видно, если Игорь вот поставит между мной и Еву этот сложный процесс. Кстати говоря, сегодня у нас в гостях необычная самбука, это русская самбука. То есть дешевая самбука. Она стоит 350 рублей всего. Как пива, как бутылка пива. Как бутылка вот этого аптечинового пива. Я, кстати, раньше подрабатывала барменом, ну, лет 18, когда я только училась. А вот получилось тебе подработать учитель? Барменом или специально? Учителем не получилось, и я за эти копейки, я закончила образование, я год преподавала, но за эти копейки я работать не буду. Я лучше буду заниматься в порнухе, чем работать за такую маленькую зарплату. Ну, вот ты бы сказал, что учитель, вот те, кто выбирает намеренно путь учителя, готовые вот на такую низкую оплату, это вот люди, которые, ну, отдаются своим делом с душой, так сказать. А кто у нас пьет? Ты самбука. Все, я другое. Ты мерзкая хуйня. Так а что, надо выпить ее? Надо вдыхать. Да, да, да. Можно не вдыхать? Вдыхать это вообще мерзость. Да ладно, давай вдыхать. А потом вдыхать. Ну, бля, пахнет отвратительно, на самом деле. Но она, да, очень прошибается. Я помню, в каком-то месте пил самбуку как-то раз, там школьники отливали с балкона, прям со второго раза. Слушай, а мы можем это вообще все смешивать? Мы не проблеваемся? Да нет, все нормально, ты что? Бухлишка, патруль, шоу, которое образовывает... Понимаете, вообще есть, как бы, как называется, рубрика, о которой мы совсем забыли. Я провожу купожирование, я смешиваю весь алкоголь. А зачем он нюхает? А зачем он понюхает? Я не понимаю. Я не знаю, нужно выпить, Никит, наверное. Нет, это тоже надо нюхать. А сколько самбуки градусов мы повышаем? 45. Значит, мы повышаем градусы, ну правильно. А это миф, на самом деле, чё, не важно. Нельзя смешивать, в принципе, алкоголь, печень не справляется. То есть... Пепить. Так а чё, а у нас ещё два больше. А вот ещё вот тут, вот это. Ну, ладно, хорошо. Давайте, ваше здоровье, за порная индустрия, за видеоблогинг, за бары, бля. Ху. Она как водка по крепости. Отвратительная, понял. А это как сироп для каши. Ой, блядь. Но это хорошо пробьёт. Блядь. Нам работать ещё. Хуёво-то как. Мы будем ещё что-то снимать? Нет, нам работать по отдельности. Нет, ну... Потом, когда это... Уйдём мы с К-16 в другие студии. Фу, блядь, отвратительная моя. Не, ну ладно, коллеги мои уже дальше испробуют. Чувак, прям вообще. Крапива. Или что это? Пикусин. Порай же ещё вот этим дышать. Да, вот ещё у нас у них нет. Мне Ева... Не буду больше ничего нюхать. Ева рассказывала интересную историю. Есть, значит, российская студия Фэррнетворк. Да. Я знаю. Ты знаешь её, да? Да, смешная студия. Чувак, охуенная студия. Угарная. Она прям юмор и... Ну ладно, неважно. Ну да. Мне экономит. Очень смешно. Это студия, которую не стоит обсуждать с друзьями. Не, забавно, забавно, когда у них, знаешь, типа, цветокорщик, видимо, хочет проявить фантазию, и люди фиолетового цвета у него там почти что. Да, 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 да. Старушки фиолетовые, типа. Вот я прям рёхо вспоминаю привкус, блядь. Так вот, про Фэррнетворк мне Ева рассказывает. Она закрылась, как оказалось, да, и вот владелец Фэррнетворк, он открыл завод, и актёры оттуда ушли работать на завод. Чё? Чё? А ты что за завод производит? Слушай, ты, не знаю, помог вот технически. Я не уточнял, потому что я стала смеяться после этой информации. Чувак, ну, представляешь, вот когда ты владелец и режиссёр студии... Ему заебало. Люди настолько преданы к тебе... Ну, это более пассивные зарплаты. А знаешь, почему Фэррнетворк закрылись? Потому что никто не платит за порно. И легендарные студии закрываются. Ну, это не легендарная студия. Это, чувак, это, он, не знаю, не знаю. Чулочник. Так и Бразерс закроется, понимаете? Да, и пусть закроет. Мне интересно, в Уолл-стрит там будет паника, когда Бразерс закроется? Вот как ты думаешь, что Бразерс, они большие бабки мутят? Или такие? Очень большие. Очень большие, прямо. Они снимают вертолеты, самолеты, коттеджи, реально. В Лондоне очень дорогое жильё. Бразерс, если не ошибаюсь, хотели, когда-то Джонни Синц говорил, что хочет в космосе снять первое порно. Это может быть. Чё, Юлик, не очень зашло? Сладковато в конце, согласись, чуть-чуть сладковато. Да, 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 на кубах остаётся это красивый, приторный вкус. Ну, я бы оценил бы этот напиток, вот если брать по приторности ебаных алкогольных напитков, наверное, на 2,5 единицы. Я за скучную единицу поставлю, потому что это вообще не уходит. Возможно. Ну, я вот сначала такой типа, да, а потом я такой типа, ну... А потом ты опьянел уже. Да, я вот тоже думаю, что это хмель дал, но мне кажется, ну не хмель ещё там, бля. Вот, 2,5 из 5, ставлю свою оценку, Юлик единицу, Ева. А я бы поставила четвёрочку. Мне понравилось тебе, да? Потому что, во-первых, я извращенка, мне нравится сироп от кашля, а во-вторых, в конце сладенько. То есть я много самбук пробовала, и в основном всегда горько, противно. А тут в конце сладенько, и самбук, я знаю, что будет после неё хорошо, плюс я ещё занюхнула, плюс диджей бармен устроил файер-шоу, поэтому по-любому четвёрка. Вот ты говоришь, что я извращенка, вот касаемо порно-актрис, вот в целом они, больше из них получают удовольствие от работы, или они такие, типа, бля, хранические, опять съёмка нахуй? Работа есть работа, понимаешь? И в какой-то степени мы, конечно, получаем удовольствие от съёмок, потому что если мы не получали удовольствие, нас бы там не было, понимаешь? Но с другой стороны, расслабляться на работе тоже не получается, да и не нужно нам расслабляться. Мы работаем. Вот в целом, сколько длится 15-минутный ролик, съёмка? По-разному, от 2-3 часов до 20 часов. Ничего себе. Это тоже как скетч. Как скетч, да. Нет, я вообще заметил аналогию между нами и порнозвёздами. Ты не смотрела фильм «Ночи стили буги»? Нет. Вот это культовый фильм Пола Томаса Андерсона, посвящённый порноиндустрии 70-х годов. Вот, и всё, что там происходит, это как вот видеоблогинг, но вот съемли. А я, по-моему, увидел. Какого года фильм? 2000-го, там 1900-го. Там чувак успешным стал вроде. Да-да-да, это легендарный порно-актер с самым огромным хуйцом, там 25 сантиметров у него что ли. Кстати говоря... А у тебя сколько? Ну, у меня 20 сантиметров всего лишь. Серьёзно? Нет, но я всем говорю, что 20. Ну 20-й так хорошо. Ну 20-й нормально, конечно. А сколько на самом деле? Ну не буду я тебе так говорить после съёмок как-то. Ну ты же уже выпил. Ну, ладно, 17 сантиметров. 17-й нормально, согласись. А у тебя сколько? Ну так я же ему брофи сдал. И это что? Это значит... Да, это за столько. Ну вообще это не очень много. Да, а сколько же... Нет, я как бы не пытаюсь, я не буду его увеличить, мне похуй абсолютно. Я вот в спортзал сейчас хожу, сейчас мужские письки вижу. Вот. И в принципе я вижу часто мужские письки, я такой смотрю на свой и такой, ну нормально в принципе. Я не жалуюсь, не устраиваю это всё. Не хотел бы увеличить. Нет, потому что на самом деле 17-й это для обычного парня это хорошо. А для кого это плохо? Для порно-актера, вот я слышал, что там нужны большие письки, потому что камера должна вот... Нет, смотри, для порно-актера главное, чтобы стоял. И главное, чтобы он умел играть на камеру. Потому что иногда большая писька, но как только включается камера, групповуха, тёлки, мужики, у него не стоит. Главное, чтобы стоял и чтобы он играл. Вот это самое главное. Ну, я думаю, что это касаемо не только порно, сколько и личной жизни вот для любой пары. Главное, чтобы стоял. Вот сколько в твоём понимании маленький, вот уже маленький, типа вот всё. Это, наверное, не очень хорошо говорить, да? Ну, наверное, не очень хорошо говорить. Особенно человека по его внешности. Да, пухой. Я могу сказать за себя. Вот лично за себя, лично мою. Вот это будет правильно вот так сказать. Что вот от 17 это нормально. А, это нормально только? Да, да. А, а не нормально это сколько? Меньше 17. Меньше 17. Ничего себе, блядь. А ширина может быть? Это всё очень индивидуально. Надо практически проверять. То есть 12-13 вообще хуйня, да? Для кого как, понимаешь? Вот для кого как. Потому что есть девочки, которым нужно широкий, но маленький. Как картошка. Как лобенёк. Ты понимаешь, что ты сейчас для всех зрителей канала Кузьмы стереотиповый травму прямо нанеслась? Нет, нет, пожалуйста, не травму. Для каждого замочка свой ключик. С азиатами, кстати говоря. Вот у них же вообще, ну... И с неграми. Да, я слышал, что у всех негров большие. И некоторые негры по этому поводу очень компенсируют. А я это вычитал... А, нет. Я не могу у тебя это вычитывать. Нет. А ты так откуда знаешь? Я очень увлекаюсь историей порно. Это всё-таки жанр, который, ну, блядь, сколько, ну, сто ему, сто двадцать, да может даже больше. Ты чё дал эту книгу якобы от русского порно-режиссёра? Я не уверен, насколько это направлено. Нет, он не порно-режиссёр. Ты правил как? Боб Джек? Не-не-не, не Боб Джек, а по-другому, чувак. Просто он не связан никак с порно, пожалуйста. Боб Джек это... Фейк. Да, это фейк самостоятельный. Это вообще никакой фейк. НТВ говорят, что он порно-режиссёр, но у него ни одного фильма нет. Нет, это фейк. Порно он не снимает и сам не ебётся на камеру, типа. Нет, это абсолютный фейк, пожалуйста, не верьте ему. Соотношение цена-качество. Какое это стоило? Мы просто так заговорились. 350 рублей стоит самбука. Пять. Пятёрок. Я, кстати, согласен, пятёрок, потому что, ну, всё-таки 350 рублей за самбуку, который... Вообще ничего. И мы уже пьяны, и ты уже пьяны, например. Ну да, да нет, я отрезан, по-моему, абсолютно, вот. Но ты же в очках. Ну, я в очках, я сегодня в образе успешного... Нет, успешного европейского режиссёра. Наше итальянского, о, мамма миа, приезжайте к нам в Италию в порно. О, Юлик. Тройку я бы пить это не стал. Ну, чувак, 350 рублей всё-таки. Да я бы лучше пить. И что? Я бы вам лучше пива этого купил и выпил. Ну, строгие вы сегодня. Я люблю пожёстче. Когда есть выбор. Ты любишь послаще. Давайте к последнему пункту оценок перейдём. Столько вопросов, но, к сожалению, вот время у нас не ограни... Это ограничено, точнее. Потом не ограничено. Порнушность у этой самбуки. Можно ли прийти на порную вечеринку с этой самбукой и, типа, сказать, блядь, снимаем очень крутой фильм. Или всё-таки тебя отправят домой и скажут, купи Асти Мартини лучше. Ты знаешь, не уверена, что все девочки будут это пить, но я же люблю пожёстче. Те, кто любят пожёстче, будут пить самбуку. То есть, наверное, 3-4 вот так примерно. 3-4. Я бы троечку поставил. Мерзкая хуйня, не знаю, мне прям не понравилось. Лично я вообще не вижу порнушность в этом напитке. Я бы поставил ноль, на самом деле. Я прям сегодня очень строг к алкоголю. Вот именно к этой самбуке ноль за порнушность. Мне кажется, вот порно-звёзд не набрать ей крутой фильмчик с ней. Подожди на секундочку, тут же надо нюхать. Ты не учёл вот этот момент. Плюс порнушность, если надо нюхать. Подписывайтесь на инстаграм Ева Бергер. Подписывайтесь на канал Юлика. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк под этим выпуском. Пишите в комментариях, какую алкашку вы хотите увидеть в следующих выпусках Бухлишка Патруля. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok